Здравия желаю! Так вот сейчас подготавливаем БГТ с маховичком, то у меня без маховичка было, то есть разрабатывается новая схема. Тут еще на столе с подготовкой. Мотор 1, ведущий, мотор 2, и он дегенератор. Значит, когда этот мотор 1 разгоняет мотор 2, реле, тут будет 2 реле сейчас не хватает, допуска. Я бы сейчас сегодня пробовал, так просто. Работа нормально. Реле отключает мотор 1, включает мотор 2, мотор 2, и запитывает батарейку. Вот у него входа. Вот. За счетом до конца. Запитывается батарейка. То есть смысл в чем? А тут 2 реле включается, когда здесь включается, тут включается запитка батарейки. Для чего это будет сделано? Чтобы нет, чтобы то, чтобы это тоже нормально, но там потери. Тут потерь не будет, так как вот этот обратный ток не отразится на этом. А этот обратный ток батарейки не отразится на этом. Получается, что разгон в секунду еще заменим. Потом это колесо его вращает по инерции. Сколько время это будет замерено? Получается чистый выход 10, 480. Это 220, где-то 230. Ну, в общем, 2 раза. Тут на выходе получается где-то в 3 раза больше. Во время торможения, во время торможения, получается где-то 2-2 раза больше. То есть 150-200. Но потерь не будет. То есть маховик, то есть схема. Маховик на колесе, чтобы не было потерь, никаких передач ременных, ничего не будет. Прямо на колесе. То есть это метод я взял у японцев. Как они применяют в автомобилях, как говорится. На двигателе у них прямо на колесо. И дает это эффект. В общем, на это кончаем репортаж. Про эту схему значит. Вот реле уже на подходе. Как реле привезут, значит ее запустим и посмотрим. Ибо будет делом. В общем. Продолжение следует...